Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться темы «Мудрость Божья». Есть мудрость человеческая, а есть мудрость Божья. И между этими двумя понятиями огромная разница. И прежде всего, мудрость – это слово, которое означает степень познания окружающего мира. И эта степень у людей, она всегда была и будет ограниченной. В каждой эпохе, в каждом времени люди по-разному рассуждали. И были какие-то ценности вечные, это духовные, а были ценности материальные. И между этими двумя мирами люди рассуждали, мудрствовали, и были мудрецы. И до сих пор, наверное, есть мудрецы, к которым люди пытаются обращаться и искать у них ответов на свои вопросы, на свои жизненные ситуации, которые они сами не могут решить или принять правильное решение или мнение по этому вопросу. И мы коснемся человеческой мудрости. Это когда раввины собираются вместе и обсуждают определенные какие-то ситуации в жизни их народов или семьи, или одного человека. И решают они большинством голосов после совещаний. Это сегодняшний день, это разного рода думы, это разного рода сенаты, бундестаги, конгрессы, сходы старейшин. И это все мудрость человеческая, которая ограничена как числом, так и познаниями в тех вопросах, которые они хотели бы получить в разумлении. И ответственность на мудреце или на группе мудрецов лежит огромная. Ибо если они ошибаются, что часто происходит, затем с них будет огромный спрос. И люди, вполне возможно, даже будут их проклинать за неверное решение, что и происходит реально в мире. Особенно по отношению к людям, которые были надеяны властью и не оправдали это состояние. И решения, которые они принимали, были во вред, но не во благо. И есть физическое проявление мудрости. Это когда люди силой решают вопросы, которые надо уладить миром. И есть духовный мир, в котором невидимом этом мире, помимо воли многих людей, у которых нету в духовный мир ни веры, ни желания обращаться, существует живой Бог, Дух Святой, Иисус Христос. И есть также служители этого духовного мира. Мудро, это сатана враг, противостоящий Богу, и его бесы. И есть иерархия у этих бесов, как у солдат в армии. Есть офицеры, а есть солдаты. И есть ангелы, служители Бога, которые также выполняют его задания и дают определенные не только советы, но и действия производят в жизни человека, семьи и народа в целом. И человеческая мудрость, она всегда была ограниченной человеческими познаниями, которые всегда тоже были маленькими. И опиралась она всегда на то, как правильно решить ту или иную ситуацию, возникшую в жизни с добром, может быть, со страданием, а может быть, даже со злом. И Божья мудрость, она всегда отличалась тем, что она совершенна. Ибо Бог, дающий жизнь всему, Он знает не только начало и конец каждого человека, но и каждого народа, каждой страны. И такое происходило в жизни. Мы обратимся к Библии, и в Библии мы обратимся к 11, а может быть, 12 стихам на тему мудрости. Они будут очень интересны. Мы начнем с Евангелия от Якова, 3 глава, 17 стихом. И там стоит следующая мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелецимерна. Подумайте об этих словах. В этих словах апостол Яков пишет, что есть мудрость, сходящая от Бога, и она сильно отличается от мудрости человеческой. Второй стих. Апостол Павел к римлянам в 16 главе 19 стихом пишет следующее. «Желаю, чтобы вы были мудры на добро». Оказывается, есть мудрость и на зло. И вот здесь апостол Павел желает, чтобы были на добро. И добро и зло – это совершенно два противоположных направления мудрости. Третий стих – это первое послание Коринфянам апостола Павла, 8 глава, с 1 по 3 стихи, там стоит следующее. «Знание надбивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него». Следующий стих – это Псалом 89-й и 12-м стихом, там стоит следующее. «Научи нас так с числя дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И вот смотрите, не разум мудрый, а сердце мудрое. Это Давид просит у Бога. Снова Псалом 110-й, 10-м стихом, и там стоит следующее. «Начало мудрости – это страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Ну, почему же человеку надо бояться Бога? А Бога бояться надо потому, что Бог даже тогда, когда человек остается один, он видит Его, он знает Его, он знает все Его негативные, позитивные стороны и действия, он даже знает то, что завтра захочет человек, а человеку это знать недавно. И поэтому, боясь Бога, человек начинает задумываться о том, что если я что-то сделаю Бога неугодное, то может прийти и Его наказание. Шестой момент – это доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Псалом 118, 66 стих. Еще один псалом, и снова 118, с 99 по 100 стихи, там стоит следующее. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих, я сведущ боли старцев, ибо повеления Твои храню». Итак, здесь очень интересный стих. Человек может перерасти духовно своих учителей, потому что будет получать не от учителей людей в разумлении наставления, а мудрость он будет получать от Бога. И эта мудрость, она превосходит мудрость всех живших и живущих ныне людей. Притча 1, 7 стихом, «Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». И это на самом деле происходит. Снова притча 2, 6 стихом, «Господь дает мудрость, искус его знание и разум». И как же узнать человеку? А надо молитвенно просить Бога, «Господи, я не хочу узнавать от людей, Ты расскажи мне». И у Бога существует масса способов, как донести до человека то, что человек просит у него узнать. Притчи 11-е вторым стихом «Придет гордость, придет и посрамление, но с рассмиренными мудрость». Итак, мудрость со смирением связаны напрямую. Через смирение, прося у Бога, человек может получить ответы и саму мудрость. И Соломон, он просил мудрости у Бога, и Бог ему дал эту мудрость. И у него были большие познания в мудрости не только человеческой, но и Божьей. Одиннадцатый стих, притчи снова, 14-16 стихом «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Итак, мудрый кого боится? Людей нет, он боится Бога, и он из-за этого удаляется от зла. А люди, которые не боятся людей, но Бога не знают, не понимают Его силы и все знания, они раздражительны и самонадеянны. И, наконец, последний стих на тему мудрости, это снова притчи, потому что в притчах больше всего мудрости сказано в Библии. И это 24-я притча, третьим стихом «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается». Вначале человек принимает это на уровне сердца, а потом начинает воплощать на уровне своего ума и разума. И вот эта последовательность, она очень важна для того, чтобы духовный мир, в котором все происходит, воплощался в материальном мире уже как следствие. И то же самое происходит на уровне болезней. Болезни все возникают в духовном невидимом мире. А как проявление растения над поверхностью земли уже вылезают, так скажем, в нашем материальном мире. Мудрость. Мудрость человеческая и Божья. Подсуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей мудрости. Желаю вам милости Божьей, благословений. До свидания. Продолжение следует...